Мой маршрут сегодня следил. Я ни разу телефон не достала. Я, в общем, Максиму не разрешила ходить по домам. Но я обещала ему купить килограмм конфет. Так, и вот автобус, на котором я каждый день ездила домой. Непривычно, что уже так темно. Вроде еще только 6 вечера. Мы обычно тут долго гуляли. Конфеты, скажу, очень дорогие. Друзья, всем доброе утро. 31 октября. Смотрите, сколько листьев. Мы с вами идем на море. Так, выходим к морю. Смотрите, волны шикарные. Да, смотрите, какие яркие. Яркие краски. Яркие краски, это значит доброе утро. Вера только просыпается. Какие волны. Шикарно. Видно, что вода ночью доходила до сюда. Всё. И... Всё. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, утречко у нас бодрячком Листик красивый попался Волны шикарные Значит, день сегодня будет замечательный Сейчас напомню, раннее-раннее утро Видимость шикарная, не туманчик и ничего Вон, посмотрите, как хорошо видно Все И солнце тоже, смотрите Смотрит Выглядывает Вот присматриваюсь, хожу Думаю, лиса будет выглядывать сегодня Какая-нибудь или нет Или может еще кто Мне сегодня снилось то, что Бобер по пляжу бегал Что-то вот такое Я кого-то там спасала опять Сейчас посмотрела Вроде никого Вот уже осталось Совсем немного Листиков Вот здесь красиво очень Это прям густые-густые деревья были Смотрите, что делается Кстати, вот это масло, которое я взяла Мне понравилось Оно у меня, так как я его только одна Я мне это надолго Еще эту пачку не закончила Но мне оно реально понравилось Не знаю С черным хлебушком Состав Так, 14,99 Жилетка Черная Зеленая Большие размеры Видите Ой, также к этой жилетке И также есть штаны мужские Тоже Видите, черная и зеленая Хорошо И маечки по 4 евро Тоже Под цвет подходят Трусики Так, что у нас тут еще Эдс пола 6 евро Платье, смотрите Вязанное С поясочком Какие-то интересные игрушки Написано, что с сегодняшнего дня Щетверга Так, друзья Всем привет Сегодня я гоняю тут на автобусе Во всем Гоняю По Юрмале Бесплатно Время Полный, полный, полный автобус детей Который отмечает Хэллоуин Друзья, всем привет Мы находимся с вами в Майере Время почти 8 вечера Я После небольшой подработки Оказалась здесь Значит, сегодня В Латвии Многие отмечают Хэллоуин Но наша семья К нему относится Совершенно ровно Не отмечаем В электричке Сегодня можно увидеть Окровавленную невесту Или смерч с косой Или смерть с косой В общем, сегодня Чем страшнее, тем лучше Вот, сегодня Ходят по домам дети Просят конфеты И так далее Все, все, все Мы уходим Он говорит Не подходите близко Мы уходим с вами Идем дальше Так, это у нас электричка Едет с Локу А мы с вами Идем в Майере Так как у меня там встреча Встреча поздняя Но очень важная Дети в масках Значит, сейчас будут ходить по домам Стучать И просить конфеты Улица, смотрите Все подсвечивает Так что Хорошо Это одно из самых светлых мест В Юрмале Ошибочка вышла Сейчас только 7 часов Видимо В автобусе не перевели Я уже думала Как поздно Значит, у нас еще есть время Даже немножко пройтись Вот так Так, значит Совсем скоро Здесь будет стоять Ёлка Сейчас покажу Точнее, где Эти ресторанчики Все открыто вроде как Все светло Вот, собственно, вся улица Ёмас Нам нужно в середину А ёлочка будет С этой стороны Вот здесь Так, хочу сказать всем Огромнейшее спасибо За слова поддержки Как вы меня всегда поддерживаете Это очень-очень-очень приятно Афиша Афиша Так, здесь у нас тоже можно Посмотреть Какой фильмец На третьем этаже Находится Кинотеатр О, еще даже открыто Ничего себе Тут же ресторанчики Красота Как всегда Здесь галерея Детская Галерея Я так понимаю Вот так вот Здесь все Видите, можно На карусельках Покататься Люстры Такие красивые Там наверху Есть колонна Так, интересно Афиша есть Или нет Наверх Не хочется подниматься Вот, видите Дети в магазине Тоже подходят Спрашивают конфетки Вот они пошли Все в магазин Дружненько Мне нравится Как вечером Тут все подсвечивается Красота Немножко посмотрим Витрины по дороге Смотрите Вязаные свитерочки Красота Здесь, значит Кофточки Шапочки Комплектики Супер Мне привычно Что уже так темно Да? Вроде еще только Шесть вечера Мы обычно тут Долго гуляли А уже ничего не видно Точнее Уже все темно Но совсем скоро Будет вся улица В рождественской музыке Будут везде Ароматы Допоздна Гриндвейна Ёлок Наверное Что-то такое Интересное будет Вот так вот выглядит Вечерняя Ёмос Люди гуляют Люди гуляют Никто никуда Не спешит Особо Красота А рестораны Смотрю полные Людей Наверное Туристы Из гостиницы Сюда приходят Юрма Ласпа Тоже Вся подсвечивает Ресторан Тоже битком Ну да Сейчас время ужина В принципе Значит дети ходят Прям по ресторанам По магазинам По Разным таким местам Смотри Вон кто-то в костюме Строителя Каждый Какого-то Супергероя Выбирает себя Тыква Декорация Смотрите Как Красиво Я сейчас Сиду и вспоминаю Какой-то год Мы Были Во Франции На Хэллоуин И Мы вообще Не ожидали Что это вообще Так происходит Я думала Что там будет Что-то для детей Что такое интересно Оказывается Нас завели В Куда-то там Под землю В общем Везде То Ганнибал То еще кто-то Это было Очень-очень страшно Я думала Что будет Какое-то мероприятие Для деток Вот Оказывается Мне приходилось Максиму Закрывать всю дорогу Глаза Вот ты идешь С каких-то Клеток Руки вытягивают Потрогать себя хотят С криками Жуткими В общем Это было ужас Самое главное Что У меня присутствует Небольшая Каластрофобия А я Мы шли А этот коридор Вообще не кончается В этом подземелье Вот И Я думала Сейчас задохнусь От страха Вот Такой случай Вспомнила Я в общем Максиму Не разрешила Ходить по домам Все Но я обещала Ему Купить Килограмм Конфет Вот Поэтому Сегодня обязательно Нужно заехать Взять Конфет Вот Такие Разные Вечеринки Для деток На Хэллоуин Происходят Друзья Я хочу Я хочу Вам Всем Большое Большое Спасибо Сказать За Поддержку За Добрые Слова Хочу Немножко Сказать Про Бабушку Которую Я вчера Встретила Не знаю У меня Сработало Несколько Моментов Во-первых Я тоже Чувствую Людей Иногда И она Не просила Как сказать Изначально Бабушка Не просила Ни денег Ничего Она обратилась Ко мне Только Посмотреть Сколько Стоит И сколько Будет стоить Хурма То есть У нее были Какие-то Денюжки И она Вот что-то Захотелось И хурмы Но когда Я ей сказала То что Я ей Помогу Куплю Схожу Она сказала Ну раз Такое Дело Купите Мне Лучше Булку Хлеба Вот И Она Не Просила Ничего Как Другие Бывают Вот Смотрите Как красиво Вот декорации Красивые Ничего Лишнего Так Уютненько Просто Тыква Осень Да Просто Осень У меня Такие Ассоциации Красота Вот Бабуля Ничего Не просила Я От чистого Сердца Сама Захотела Ей Помочь Вот И еще Был один Фактор Мне Показалось Ну У меня Например Бабушки Нет Ни одной Ни второй И вот Мне показалось Что у этой бабушки Руки Моей бабушки Я не знаю Как вам это Объяснить Но она До меня Дотронулась Я прям Прочувствовала Тепло Вот И мне Захотелось Сделать Такой Жест Вот Как-то Так Красивейшая Просто Йомас Церковь Отсюда Выглядит Просто Шикарно И обычно Я молчу Когда я что-то Такое Делаю Да Потому что Ну В общем Обычно Я молчу Тут Захотелось Вам Рассказать Чтобы Вы тоже Помогали Если чувствуете Конечно Что нужна Помощь Просто Шикарно В общем У меня Вчера Такая Миссия Была Я Сама Не знала Что у меня Будет За Видео И Получилось То Что Получилось Миссия Мала Меня Была Помочь Человеку Все И забыли Про это Красиво Ужас Люди Аж подпрыгнули Кафешки Ресторанчики В ресторане Юра Как всегда Полно людей Битком Просто Все пришли Поужинать Поздновато Конечно Но Как-то Я рановато Приехала Придется Немножко Погулять Чуть Чуть И вам Покажу Немножко Разнообразие Так Здесь Тоже Видите Все Подсвечивает Жалко Что на море Нет Фонарей Так Можно Было Там Посидеть Немножко Посмотреть Здесь Видите Сегодня Никого Значит Здесь Только Можно Услышать Шум Слышите Вот Здесь Видите Прям До Черепахи До Балтик Бич Проложена Дорожка Дальше Не знаю Но То Что До Балтик Бич Точно Я По ней Иногда Хожу Да Конечно Ночью Здесь Не Очень Как То Да Я Море Вижу А Вы Навряд Ли Нужно Настраивать Зрение Здесь Тоже Вот Ресторанчик Работает Сейчас Видите Такого Урагана Мы Не Ждем Поэтому Не Защищают Ничего В общем Это Уже Обычный Осенний Штормик Вот Здесь Свет Это У нас Каугури Так Что В этот Раз Нас Предупредили Ну Да Штормик Осенний И Ничего Больше Так Что Завтра С вами Вернемся Посмотрим На Красоту Классно Конечно Посидеть Вот Так На Скамеечке Смотрю Люди Сидят Медитируют Ведь Информация То Что Ведется Видеотрансляция Вот На Каком Сайте Если Вы Хотите Море Смотреть В Прямом Эфире Даже Не Представляю Что У меня За Видео Сегодня Получится Этим Мне Самой Интересно То Что Я Даже Не Представляю Что В итоге Получится Вот Ну Никак В так ну что встреча прошла успешно идем дальше я поняла у меня видео получится ответы на ваши комментарии мне сегодня написали то что почему я так боюсь ночных смен я не боюсь ночных смен у меня просто так получается что если это ночная смена то до нее никак не добраться то есть на шла например одно неплохое местечко туда работать три смены и если допустим ночная смена там транспорта вообще нет никак не добраться с утра к 6 тоже никак не добраться в общем если работа нормальная то вот какие-то такие нюансы вот так и вот эта работа то что склад авто деталей автозапчастей такая же ерунда тоже не так легко добраться туда именно нам из юрмалы так что получается что работы много работы разные много а найти ее не так легко так тут у нас по дороге возле апартаментов дамочка стоит шляпы с подсветочкой сумочкой такая мадам красивая в любую погоду она здесь в туфельках сумочка кстати луи бетона или что-то похожее ведь такая вот такая вот у нас женщина элегантная и хочу вас всех обнять и сказать большое спасибо за поддержку я думаю что на моем канале собрались люди что-то схожее вот они меня почувствовали и они такие же не знаю что то вот у нас есть общее понимаете другие здесь не задерживаются у меня такие же добрые отзывчивые и поплачут со мной и порадуются в общем замечательно так что вы все со мной не просто так все классные добрые от начинается небольшой дождик часы фонари форме чайки и здесь у нас этот огромный огромный янтарь его установил миллионер сейчас скажу точно юлий юлий круминш он подарил юрмале такую красоту и это его юлий скромничная так это его апартаменты в общем миллионер подарил юрмале такую красоту такой огромный янтарь так и я опять на остановке центр и центрский концертный зал и до боли знакомое место потому что вот это место где я работала вот это вот здание это лестница по которым я пешком ходила занималась спортом я радовалась то что у меня такая работа что я стройнею еще мне за это деньги платят вот тут я реально кайфовала первое время от такой работы вот такие вот апартаменты знаю что здесь тоже известные блогеры смотрели квартиру вот я здесь три года отработала горничной пришла просто вот самого нуля самого открытия здесь еще ну во первых здание сначала очень долго стояла пустовала вот ничего в нем не происходило потом его открыли и отремонтировали я делала после ремонта уборки в общем я тут конечно настрадалась первое время а потом кайфовала я была одна из первых работниц коллектив тоже у нас был отличный а потом что-то пошло не так так и вот автобус на котором я каждый день ездила домой с работы сегодня ведь повезло в это время пустой вот но сейчас майя думаю зайдут люди и автобус абсолютно бесплатные для жителей ермала сейчас вообще что-ли одни поедем участие как бывает почти приехала но медь не ела то есть и такое ощущение что мелкий снежок сегодня прошел он не так нравится фонари фары так сейчас пойду за эту маленькую максимум куплю обещанных конфет сыну но снимать там не буду потому что именно в этой максиме не нравится когда снимаю поэтому я рисковать не буду очень среду увидела толпу который ходит по домам и вспомнила как однажды постучали детки я посмотрела в глазок а детки были вот такие выше меня ростом и стояли там почти мужики мне даже страшно было дверь открыть было такое да хорошая прогулочка у нас получилось только какая-то коротенькая не хочу вас всех обнять за такие хорошие комментарии такие добрые все поддерживают то очень приятно не думайте я негатив пропустила и забыла идем дальше так ну что в максиме значит из новиночек по 25 центов картошка да что у нас там еще было интересненького появилась помэлло значит сегодня я уже когда на кассе самообслуживания расплачивалась боковым зрением посматривала на охранника который прошлый раз мне попросил удалить видео в общем сейчас он стоял довольный улыбался очень хорошим настроением видимо весь мой маршрут сегодня следил я ни разу телефон не достала поэтому нужно ржал то что два года я заходила привет мы в максиме картошка морковка туда-сюда вот а тут ни разу не достала наверно думал все он добился чего хотел вес но мы же понимаем что это временно что если будет что-то очень интересное все равно это посмотрим сегодня у нас такое видео релакс видео отдых такой да никуда не ехали только работа дом море два раза и юрмана эти метод возле нашей котельни хромакей натянули себе могла бы с вами прощаться в красивом фоне все друзья всем большое спасибо за внимание и всем пока вот смотрите картошка 2 килограмма 200 грамм 55 центов давно таких цен не было слушайте картошка нормально я взяла сразу здесь тоже сколько тоже 2 килограмма вот 4 килограмма уху на еврик у меня вся семья картофельная картошка вот обязательно должна быть дома так значит показываю какие конфеты я сегодня купила вот такие здесь значит нас ассорти трефеля с трефеля с разные разные начинка я так поняла такие я не пробовала не знаю или не помню или упаковку может поменяли 319 вышло но по-моему немножко дешевле 19 евро за килограмм это ужас но цена спалда из карты по моему было немножко дешевле посмотрю и напишу вам сколько вот такая ведь я взяла три цвета зелененькие синенькие и вот здесь написано шоколадные здесь что пишет здесь пишет тоже что короче шоколадные так максим у меня любят вот такие конфетки так это у нас как и риска с молочной начинкой давайте посмотрим они были практически самые дешевые вот как называются и евро 11 нам за 230 грамм 479 за килограмм это сейчас они на акции так вот эти тоже наверное акционные просто тематически какие-то тоже взяли разные вкусы на пробу здесь буквально чуть-чуть и вышло нам это на еврик 799 за килограмм тоже конфеты ассорти конфеты скажу очень дорогие мы конечно все не брали мои вообще одни из любимых это миглы красненькие такие плюс еще сиренаду люблю иногда под настроение и вообще трюфеля люблю вот так что 1699 это обалдеть какая цена мы бы за такие деньги конечно же не брали бы сегодня вот так это тоже спал диск карты было дешевле сумма от первая цена потом было дешевле потом напишу также сколько стоили эти конфеты выглядят они вот так вот такие вот вообще конфеты у нас все время дома какие-то есть даже из коробочки конфеты еще даже с нового года остались представляете несъеденные эти очень вкусные это лайма так и взяли еще евро 96 вот такие вафельки в шоколаде это рошен вот такой меня заодно ведь обзорчик на конфеты значит в магазине вам не показала буду теперь брать домой это что покупаю периодически показывать это будет естся долго потому что сейчас насыпем вазочку по чуть-чуть и будет так под настроение